всем ребят привет сегодня будет интересное видео на котором будет дорожная компания приедут гости и будем копать в этой местности так что приятного вам просмотра так давайте александра поздравим с его праздником подарим вот такой значок пашка оружие смотри борода как у меня сейчас короче когда вон те будут грязные на мы дойдем до этого до черного ворона не короче хорош пить серёжа соль давай кирюх хорош курить кирюх блин ну так получается костяночек хорош игра ребята все серега в группу там скидывает заведуете ребята заведуете кто не приехал к нам красота готовится к плот разливай борода все татарская водка все татарской водкой не ты чё это бред давай цвета беленькой да вот это не реклама это не реклама смотрите плов в каком состоянии и так ребята доброе утро начинается новый день клад это интересно много кому не достаются эти клады сейчас я приготовил стопочку медных монет и положил друг на дружку и давайте посмотрим много в принципе приборов и какие приборы видит эти клады а какие нет так что приступаем лежит стопка друг на дружке и давайте посмотрим приборы какие клады видит а какие нет денег 800 ребят не видит крашка в катушке ну ты все равно такой бы не копал верно ну смотрите сигнала нету воды немножко что-то выдает но воды безобразно видит да что у тебя показывает этот прибор а он показывает как раз таки железо ты такой бы и не копал да по звуку по звуку я бы засомневался сейчас будет у нас фишер 75 теперь от и макс гараповский да терка ребята без вопросов такой кладик подымет также как вот глазарь четко подъявлял давайте просто пройдем все те же самые приборы посмотрим как они будут у нас сигналить вот это настоящий клад красотень ветерок прохлада солнышка нету вообще зачет и первая сегодня находка ребята ваше 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 как ваше итак ребята цепился я за фундамент на котором вчера я сделал верховые три находки и вот еще одна была глубоко вот крупная что-то в какая-то монета жалко затертая это на спитак 1875 год вот такая затертая монета ну крупная медь всегда приятно пацанами тоже задачу поставил пройтись по фундаментам какие фундаменты начнут давать обильное количество монет будем бросаться ну не знаю обильно нет вот это у меня первая находка с этого фундамента на шурфе вот так что пойдет пока рано еще в цена вызвать сейчас я немножко покопаю будет обилие тогда кинемся на него ну что ребят продолжаю две монетки поднял еще две копейки царей и две копейки советов советы разглядел в двадцать восьмой год жалко не 27 и царик 99 год но достаточно бодрый провел я по нему и сразу чистая медь поглядывается вот но в целом монета хорошая бодра пойдет и так ребята решил запечатлеть вот такую вот вещь зачетная это бирочка бирка фабрики комаровых если кто не знает что это такое всю информацию сейчас вам приложу это валеный завод история данной вещи очень интересно и как вы видите сверху большое количество вот таких вот медалей это медали это их не титулы на различных выставках ярмарках они их зарабатывали вот фабрика комаровых вещи зачетная с этой стороны давайте вам лучше покажу видите товарищ туда братьев комаровых вообще чин-чино классная находка ну а вам приятного просмотра история данной находки ну что ребята многие не знают этих братьев совсем ничего и вы так же как я можете найти такой жетон шильдик бирка можно называть его по-разному и хочу вас ознакомить с этой находкой поближе торговый дом братьев комаровых свое дело предприимчивые братья николай и сергей начали в 1867 году с пошива курочные обуви мастерских открытых помещениях двора их родового дома сохранивший не поныне скупая шерсть у местного населения изготавливали до 600 пару валеных в день свое время фирма удостоилась медалью парижской и лепецкий а также российских торговых ярмарок в 1917 после революции хозяин николай комаров передал фабрику представителям новой власти в годы великой отечественной войны с 1941 по 45 фабрика дала фронту 1 миллион пятьсот шестьдесят две тысячи девятьсот двадцать восемь пар валенок кроме того отреставрировали более 6 миллионов пар 70 продолжается процесс механизации производства в результате проделанной работы фабрика стала одним из ведущих предприятий валена войлочного производства фабрика выпускает продукцию и в наши дни надеюсь было интересно ребят здесь железо встречается железо я выбрасываю туда вон но такая железочка еще появилась сверху знаете вот сверху выкопал бы на кусок железа но когда перевернул появился такая замочная скважина стало любопытно что это такое и потёр здесь информация надпись сберегательной книжки сберегательной книжки вот нижняя нас большая смотрите сберегательной книжки а чуть выше чё-то не каждую свободную копейку о почищу почитаю что такое вещи интересное забавно если что-то найду информацию по ней и он тоже приложу потому что вещь очень интересно какой-то замок может сберегательная какая-то не значит сундук варец замок не знаю ведь и до скважина отключать любопытно любопытно фундамент я свой потихоньку прикопал в этой стране находок вообще не было пацаны попытались там поговорить тоже ничего не было и и я долго на таких фундаментах не задерживаюсь так что ладно приятная вещица узнаем вместе с вами что это такое а если вы знаете то пишите в комментарии будет проще подтвердить свою информацию ладно идем на другой фундамент где пацаны ночью шурфили а в руки мне попал очень интересный предмет жаль что с утратами а данная вещь это боковая крышка от тагиционные копилки советского союза вещь интересная и достойная отдельного видео которое скоро вам предоставлю согласно рекламному плакату эта копилка с 1927 года так что ждите скоро это видео выйдет наши старые рубрики находка с историей ребят подошел вот камрадом сидят они тоже отдыхают не смотрите какую красоту я вам сейчас покажу не частая вещь я в руках такой держи более красотища она походу посеребренный было и через за инициалы цены а а н до до вижу инициалы а один александр 1 и николай 2 пощел бы более информации тоже постараюсь найти и приложить но пацаны говорят что 1811 1911 сто лет чему-то возможно какую-то заведению но если а 1 а 2 это может как-то связано с именно с императорами блин клещи вообще жалко без всего крепежей нету путинки нету ну а пану будет шикарно вообще класс 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 а в руки меня попал полковой знак 189 пехотный измаильского полка сформированный 26 августа 1874 года как одесский пехотный батальон дислокация одесса позднее самара участвовал в первой мировой войне во многих сражениях а сейчас возвращаемся и ищем свой полковой знак так ребят хотели закругляться на пасашок у паши там персень выпал обломанный у меня на пасашок выпал вот такой вот мы поняли что это пятак но к сожалению утраченный такой знаете и окислый и пожар чего только не было и решил еще одну прозвонить сторону куда нас засыпочку делал и выпало я потёрок датировал как датировал номинал по размеру 15 копеек царские серебряные так что я думаю на пасашок откладывается еще минут на 15 поковыряемся еще минут 15 и тогда выдвинемся в лагерь на речку паши уже пора собираться кирюхи тоже дорогу них долго вот и надо будет попрощаться с ними ну пока пасашок наверное еще минут на 15 вот за один выброс две монеты пойдет пойдет и так ребят на пасашок на пасашок ребят смотрите выпало два кольца и они серебряные оба мы сейчас столько что с пацанами делегация собралась паша кирилл и евгений мы потерли это серебро ребят видите да блестит серебро паша говорит все мы правильно делаем но не до конца короче они шурфили вот так вот ребят ваша начал поглубже шурфить а я вообще до материка шурфлю и у меня вот находки идут и идут и идут так что я думаю пашей будет иметь ввиду на будущее что нужно шурфить глубже до материка они просто на штук лопаты вот два кольца заготовки поход здесь мастер был по заготовкам колец делал колечки видите серебро блестит вот и керамики здесь полно причем не керамика а хрусталь сразу кирилл сразу прибор до 100 пошел пошел до пасашок был все мы сейчас ребята идем на речку присоединяйтесь к нам я пойдем призвимся как пацаны мелкие а у а 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 Ребята, пришло время попрощаться С Казанью Сейчас мы, как вы видели, искупались Освежили, пацаны в восторге От такой ледяной воды И сейчас У Казани возьму небольшое интервью Узнаем Как их наши самарские просторы Как наш коллектив В общем, узнаем все подробно А вы будете решать, стоит к нам приезжать В гости или нет Где у нас первый комрад Вон они разблядывают находки Которые сейчас я вам Покажу, что они отыскали Пацаны, что скажете про мероприятие Все вообще замечательно Еще приедем обязательно Вот, ребята, еще к нам приедут Ну давайте не будем титьки мять И, как говорится, кота за ФБЖ тянуть Покажу по находкам, ребята Ну, в принципе Что хочу сказать Ну, банально, в принципе Кирюха Кирилл откопал вот такой Я считаю, шикарнейший Просто шикарнейший Не сильно коцнул Но все-таки есть Небольшие недочеты Я думаю, почистит Запатинирует Вует вообще классно Смотрите, какой орел Вообще Низкопрофильный пятак Не часто такой найдешь Вот, это вот У Кирилла самое, что интересно Ну, советики-советики Двушки Даже пуговка гирь Или оплавыш В общем, капанул Так себе Но вот этот вкуснях И вообще бомба Так, что у Паши тут интересного Так, это у нас Пуговка Орляночка Крестик Обломок Перстня Колечки-советики-советики 31-й пятачок Еще один пятачок Тоже 31-го По царям Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Восемь царей Отметить можно пятачок Двадцать четвертого года Почиститься Будет хороший И это, к сожалению Датировать невозможно Но размером Это пятак Александр Николаевского формата Точно, точно Мы же тогда ночью, да? Такой же, да В таком же состоянии, как у тебя Вот Копеечка Серебром Царские копеечки И вот такая, ребята Вроде как вкусная Вы подумайте Вкусная, вкусная Да, год хороший Одна, вторая, копейки Ну, когда переворачиваешь Ай, блин А2 Я впервые вижу игровую монету Вот такого маленького размера Полкопейки Не часто Я даже впервые такую монету вижу Игровую Ну, как-то так Как-то так Паш Рассказывай Как тебе? Нас очень хорошо встретили Хотим сказать От Вообще От всех Казанских Камрадов Большое спасибо Самаре Каналу 63 Рос Мы замечательно провели время Было замечательно Много времени для общения Покопали совместно Пообщались Приготовили плов Покушали Просто замечательно В конце нас привезли Искупаться Замечательная речка Если бы К сожалению Наша работа Которая С понедельника По пятницу Мы бы Наверное Здесь остались Может на день Может на два Может на три Я знаю точно одно Что мы приедем еще Спасибо Обязательно Спасибо, Кирюх Спасибо Паша Кирюх Ты что хочешь сказать? Он как бы скромный Но тоже бородатый Скромный, да Очень понравился Понравился? Давно хотели Еще приедешь Обязательно Красавчик Молодец Пятак Пятак ты отыскал Красавчик Еще кого-нибудь Привезем Еще кого-нибудь Конкурентов Себе хочешь взять, да? А вдруг они Все вокупают 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 Пятаки выкопают Да, да, да Вот такой вот Ребят Купомобиль Зачетный Танк Есть танк Сейчас у нас Такой нюанс был Вот эта хабарница Была набита Вот этими находками И она у нас Ребята На крыше Ехала Сколько километра Наверное Ну, два Мы еще там крюк дали Да По полям По лесам Представляете Мы сейчас всю машину Перевернули А Кирюха Говорит А ты ее на крыше Оставлял Мы хлоп Смотрим А она действительно На крыше Ну, повезло Повезло Что кому-то Вот этот подарок Кому-то Не достался Да На так В целом Все, пацаны Спасибо До следующих встреч Обязательно Вперед Спасибо Удачи Все, казани Казани с нами прощаются Живые дороги Путь недолгий Ну, а мы поедем В наш Наш лагерь Вот в этих кустиках Наш лагерь И так, ребят На пассажок Опять Мы После речки Пришли на шурф Сигналы Отвратительные Очень много Оплавышей Вот И Евгений У нас Вот такой котлован Вырвал Целую братскую могилу И вот Наконец-то У него Запищал Очень красиво Я ему сразу говорю Это монета Медь Или серебро И вот она, ребят Вот она Монета среднего размера 1800 какой-то год Две копейки Александровского образца Низкопрофильная двушка Так что Евгению можно Поздравить с почином Первый раз он на шурфе И Все-таки монетку откопал Не знаю Почиститься нет Ну факт есть Факт Откопал Медь Медь Хорошо Итак, ребят Мы в лагере Перекусили Бурдамашку Прозвали Женькину стриплю Супчик Вообще классный получился Слышите разговор Бывает такое Что когда мы копаем К нам подъезжают местные Это уже не в первый раз И вот сегодня Тот случай Наш лагерь Находится именно На доме Данного товарища Представляете Вот Наш лагерь Стоит Именно здесь И вот он подъехал С нами поздоровался Холодным компотиком Нас угостил Ну и сейчас Душевная беседа Вот Раньше нам говорили Там дальше школа Нет Это была не школа Это был его гараж Вот Так что информация Вот Вон видите Вот Товарищ Вот Дедушка Компотик Вкусняшка Кой как мне достался Все Иришка Выпил Вот Так что Ладно Итак Ребят Пришло время С вами прощаться Время Подходит К самому завершению Солнышко Садится за горизонт И Будем Да Находки Выкладывать Сейчас Находки Покажу Именно Костяныча Потом Находки Мои Вот Но остальные Комрады Приехали у нас Просто отдыхать Вот Отдохнули на славу Было очень весело Приятно С многими Познакомились Люди Адекватные В общем Все Довольны Ну а сейчас Давайте Находки Костяна Ребят Находки Костяна Кость Сегодня Отличился Двумя Прям шедеврами Это Вот Пять копеек Кольцевик 1800 В какой Восьмой Восьмой Год Я надеюсь Что после чистки Он будет Бодрый Ну вот Сейчас Вот Тяжело Страшно На него Смотреть Конечно Но там Проглядывается Достаточно Хороший Рельеф Дальше Еще одна Интересная Находка Это была Находка На пассажок Пока шли И вот он Верховой Цепанул Зачетно Дальше Ты шурфа Вот Дрянь Собрал В основном Все Верховой Вот Сережечка Серебро Так Это Че Цветной Меджа Ничего себе Вот Ну в принципе Вот так вот У нас Откопался Костяныч Нормально Пошлите Теперь Мои находки Смотрите Ну а теперь Ребята Мои находки Зачетная Вещь Информацию Вы знаете Вещь Информацию Знаете Такая вот По монетам По монетам Два пятака Николаевского образца Самое что старое Это деньга 1750 Трешка 24 Двушка царская Двушка царская Копейка царская По советам Вот так Двадцатка С 42 Двушка И копейки ранее Вот По шмурдяку Конинки Как обычно Ну и самое приятное Ребят Из шурфа Выпала Вот такая связка Серебряных колец На одном из них Разглядели пробу Дальше 15 копеек 23 год Достаточно бодрый Приятный Затем Вот такая Пятнашечка 23 год И царская Пятнашечка Погорелец Вот Ну и теперь Ребята Самое интересное То что сегодня У меня изобилие Подарков На день На день погранца Ребята На день погранца У меня Третья Вторая степень А это Ребята Советский союз Второй степени Зачетно Дальше Кинг У нас тоже Без вкусняшки Не обошелся Кингу Вот такую кость Сказание прислали Так же Были Следующие Подарки Здесь Несколько Я не знаю Несколько Наверное Монет Разные В основном Преобладают Шестьдесят Первые И Девяносто Второго Года Вот такие Ну как вы видите Здесь встречаются Щитовики Рамочники Вот такого Характера Пятьдесятые Года Пятьдесятые Года Дальше Еще одна Партия Вот таких Вот Зачетных Приятных Монет Целая Стопка Чищные Рамочники Щитовики Много Щитовики Желтенькие Пятачки Трешки Достаточно Много Много Здесь Двушки Копейки И Там Серебро Дальше Самое Что Интересное Ребят Здесь Наверное Сотню Монет Точно Есть Сотни Сотни Тут Монет Разного Сохрана Есть Шедевры А есть Которые Нужно Еще Приложить Усилия Чтобы Привести Их В порядок Но В целом Монетки Вот Такие Вот Хорошие Бодрые Так Что Ребята Скоро Вы Получите Приятный Монетки В своей Коллекции Эти Монеты Будут Разыгрываться В Кот Мешке Так Что Приятного Розыгрыша Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова